Всем привет, с вами Дарья Кей. Сегодня четвертый день тестирования недели тональных кремов. На повестке дня у нас тональник от Clorans, Clorans Skin Illusion. Долго я ждала этого дня, когда наконец-таки уже будет тональный крем для моего типа кожи. У меня это ходовые оттенки 110 и 108. Такие желтоватые. Все, что желтое, то мне все нравится. Приятно очень, что тут есть инструкция на русском. Тут сказано, что тональный крем очень близок по составу к своей коже. Ну, любой тональный крем нужно сначала взболтать. Ну, заметно, да, что у этого тонального крема уже упаковка более презентабельная. Я сейчас использую оттенок 110. Он называется Хоня. Медово, получается. Хани. Как обычно, я наношу на правую сторону руками, на левую кисточку. Кисточка натуральная. Этот тональный крем должен давать среднее и легкое покрытие. В принципе, созданная не для проблем кожи, а для кожи, которой просто нужно немножечко добавить сияние. Приятная текстура, приятный запах. Я уже начала чувствовать запахи цветочной. Типичный клоранцевский запашочек. Очень приятный принесенье. Тональник, правда, тает на кружах. Писали, что он подчеркивает шелушение, но я все-таки не буду просто доверять отзывам. Я проверю все это на себе. Если подчеркнем, то мы все с вами увидим. Ну вот, буквально одна минута, я уже разнесла его полностью, по одной половине лица. Ну, хочется наслоить его в этой области. Что, собственно, сейчас я и сделаю. Покрытие, правда, очень тонкое. Даже такое ощущение, что тут немного мой этот куперос или его не скрыл. То есть покрытие даже легкое, даже не среднее. Теперь я беру кисть. Давно уже хотела подходящий крем наносить кисточкой этой. Потому что как раз-таки вот этот крем нужно наносить кисточкой. Какой фейсинг-бай. То есть жидкий, который тает на коже. Добавлю еще тонального крема. Кисть, если честно, полный слез. После увлажнения кисточка съела. И получился пагмент, который начал подчеркать в шелушение. Все-таки кисточкой я бы посоветовала наносить тем, у кого нет шелушения. Кто хочет убрать жирность этого крема. На области лба мне кисточкой не очень понравилось. Потому что тут шелушение. Тут лучше притаптывающими движениями, втирающими. Наносить. Ну вот, где скула, очень красиво, включил. Вот, прям очень фалав. Под глазами его однозначно надо закреплять. Потому что тон уже начинает скатываться. Что тут в складке, что под глазами. Ну, я закреплять ничего не буду. Буду ходить разглаживать все время. Если обратиться к конструкции, то будет написано, что очень много, оказывается, интересных, полезных компонентов тут содержит. Пигменты, заключенные в оболочку из аминокислот растительного происхождения, обеспечивают макияжу высокую стойкость. Результат ровный, усидящий. Красота. Кожа будет оберегать бережную ходу. Кожа прекрасно увлажнена и сияет здорово. Чем чаще будет использована и фанальный крем, тем более красиво будет ваша кожа. Так, не нравится. Они, короче, увлекают на какой-то еще полезный эффект. Это вот, наверное, крем, что я не хотела. Как он поведет себя. Ну, узнаем вечером. Поэтому ждем вечера. Я еще сейчас нанесу румяна. Мне очень нравится. Сто шотдесятый оттенок. Я не боюсь румяна наносить побольше, потому что они все равно куда-то пропадают в течение дня. Тональный крем хотят продать все, но я не буду доверять инструкциям. Я буду доверять своим глазам, которые увидят этот тональный крем вечером, часов так через пять, и скажут свой вердикт. Наступил вечер, и я считаю, макияж у меня еле продержался. В области Т-зоны он немножечко ушел. Но этот тональный крем как флюид, он подходит для очень хорошей кожи, чтобы ее увлажнить на время дня. Сегодня я просрочила то время, когда можно было ходить с этим кремом. То есть максимум пять часов с ним можно проходить. А дальше уже он просто съедается. Этот крем подходит для нормальной и сухой кожи. У меня уже все обрадит открыть дверь, поэтому я прощаюсь с вами. И увидимся с вами завтра. До скорых встреч. Пока-пока.